Мои витания в глядейской аудитории. Меня зовут Юля Лутвиненко. Витаю нашего гостя Сергея Жжунов. Сегодня будет в якости эксперта. Она с нами на звездку Панас. Сергей, доброго дня. Слава Украине. Невероятно рада видеть вас. Героям слава. Витаю вас, Юля. Витаю всех наших главных. Я тоже очень рад вас видеть. О, слушайте, как вы продвигаетесь в изучении украинского. Мало продвигаюсь. Надо бы было, чтобы, конечно, я просто знаю некто. Но, кстати, я очень люблю украинский язык. Я читаю. Вот если вы мне текст напишите, я прочитаю его хорошо. А говорить, что надо жить в стране, это надо вариться. Ничего, ничего. Мы еще в Останкино будем вести уроки украинского языка. Помните, как это были уроки французского, уроки английского? Вот теперь будут другие. Хорошо. Мы сейчас про президента Зеленского сразу начнем. И про его коллегу. Инаугурация президента Аргентины. Нельзя было не отдать должное Зеленскому, который прекрасно использовал, оказавшись в нужное время в нужном месте, даже прижал к стенке Орбана. Мы видели этот короткий разговор, когда Орбан, как нашкодивший ученик, стоял, пока Зеленский и отчитывал. Насколько это было важно, сам визит Зеленского. Ну и кроме всего прочего, мы теперь знаем, что из Латинской Америки он летит в Вашингтон, где будет встреча Байдена. Можно считать это такой промежуточной, а может быть, весьма значительной победой украинской дипломатии, ну и, собственно, самого Зеленского? Да, это, безусловно, успех. И принижать этот успех мы не будем, потому что, кстати, вот в русских пабликах сразу начали там ерничать по этому поводу, что типа вот там денег нету, а он прилетел. Вот, они ерничают почему? Потому что Путин-то слетал корабом, да, и там ничего с ними не решил, и, судя по всему, даже ему какие-то там выговоры сделали. Вот, и важно было, чтобы украинская сторона показала, что президент Зеленский тоже выездной, что он активный на международной арене, и причем в этом смысле даже это гораздо лучше, потому что он все-таки перелетел на американский континент. Вот, там были важные встречи, потому что сам по себе, кстати, Хавьер Милей очень неординарный человек. Я бы даже сказал пока, что его нельзя назвать политиком, потому что он больше экономист, который себя называет анархокапиталистом. Вот, он много очень красивых вещей наговорил, что типа надо все, все государственное регулирование разрушить, отказаться от собственной валюты, ПЕСО, и перейти на доллар американский. Вот, но, кстати, уже он подтвердил на деле часть того, что он говорил на словах, а именно он сократил с 19 до 9 количество министерств в Аргентине. Он сказал, что вообще бюрократия в Аргентине огромная, это правда. И, ну, это, кстати, во всех странах Латинской Америки. Вот, и он доказал, что вот действительно он сокращает количество министерств, так, как он обещал во время своей предвыборной кампании. Вот, но встреча была очень теплая, это тоже понятно, потому что латиноамериканский темперамент очень укладывается на южный украинский темперамент, и в этом смысле все, все очень тепло происходит, как правило. Кстати, на эту встречу он пригласил не только своих ближайших помощников, но и свою сестру. Вот, и президент Зеленский, кстати, туда приехало, естественно, несколько президентов латиноамериканских стран. Туда приехал, как вы правильность передали, Виктор Орбан, вот, потому что все-таки он такой популист, и Хавьер Милей тоже популист, в общем, можно его квалифицировать как такового. Вот, и у президента Зеленского были до Орбана еще встречи с несколькими президентами латиноамериканскими. Вот, и плюс эта программа не только аргентинская, как вы абсолютно правильно сказали, типа, если уж лететь за 11 тысяч километров на американский континент, то нужно залететь еще и в Вашингтон, потому что, так сказать, керосин не сожжешь больше на этом деле, потому что все равно возвращаться. Вот, а решить вопросы надо, потому что в Соединенных Штатах Америки сейчас идет какая-то блокировка такая, и очень значимое время сейчас, потому что нужно успеть до рождественских каникул, иначе 16 декабря все разъедутся уже на 2 недели или на 3 недели на рождественские каникулы, обычно на 2, вот, будут начнут там готовиться к Рождеству, к поеданию индеек, к подаркам, и там будет уже не до Украины. Это, к сожалению, такая вот реальность западная. У нас тоже, во Франции, то же самое, но в Америке это еще больше. В Америке рождествует такой самый сакральный праздник в году. У президента Зеленского, кстати, была еще одна прорывная вещь, про которую я почти не видел публикаций в телеграм-каналах и в средствах массовой информации, поскольку лететь в Аргентину далеко, то он сделал пересадку, посадку на африканском континенте, и у него была встреча еще, по-моему, Кабо-Верде, острова Зеленого мыса, да, это тоже такое место, которое могло бы быть полезным у Украины, на самом деле. Нет, ну, понимаете, он просто использовал по максимуму этот перелет, потому что, ну, мы все теперь защищаем планету и понимаем, что уж если делать такой перелет, то надо из него вынуть все по максимуму, и таким образом он и на африканском континенте остановился. Кстати, совсем недалеко от тех стран, где шурует Путин вместе с вагнеровцами, с пригожинцами, то есть это, в основном, центральная Африка, такая бедная центральная Африка. Вот, так что, в общем, я считаю, что это очень хорошая картинка. Дальше у президента Зеленского есть реальные задачи там, потому что Хавьер Милей отличается, кстати, тем, что он очень активно выступил в поддержку Украины и в поддержку инициатив украинских о создании некого блока такого латиноамериканских стран в поддержку Украины, проведение саммита большого Украина-Латинская Америка. Это тоже важно. Тем более, что мы видим, что в Латинской Америке сейчас очень опасные процессы идут в Венесуэле, где, в общем, развивается практически такая же война. Венесуэльский диктатор Николас Мадуро действует по калькам Путина, где он хочет оттяпать почти две трети у соседней Гаяны. Но там чисто экономический интерес, потому что там просто нашли нефть, и Венесуэла хочет себе оттяпать еще в местнорождение нефти, хотя она и так является страной, у которой самые большие разведанные запасы нефти в мире. Но они, правда, очень неэффективно ее добывают, и они находятся под санкциями. Ну, то есть, вот эта поездка латиноамериканская и американская, это, конечно, очень важная вещь, плюс африканский континент. И в этом смысле президент Зеленский, безусловно, переплюнул Путина, который просто прошвырнулся на один день в Арабские Эмираты, ничего там не сделал и в Саудовскую Аравию, ничего там не сделал, просто на фоне верблюдов поснимался и уехал. Ну, кстати, да, Сергей, потому что, на самом деле, тут даже в отличие от Путина, если Зеленский может предложить интересные инвестиционные проекты для Украины, перспективу, да, то что может предложить арабским шейхам Путин? Потому что добывать нефть, как вы верно в прошлый раз нам сказали, без каких-то западных технологий невозможно, поэтому, но что задумали арабские шейхи? Потому что для них он реально конкурент, встречаться с ним вообще никакого толку и нужды им не было. Тем более они, в отличие от Путина, кстати, умеют верно распорядиться этими ресурсами своими. Они ведь вот сколько для людей это сделали, в отличие от Путина, который смог набить только свои карманы и карманы своих единомышленников, кровь которых, как мы видим, не так уж и широк. Ну, там был расчет, строго говоря, тоже пиаровский, и сами арабские, значит, Эмираты и страны, ну, в общем, суннитские монархии, так сказать, если их в общем плане квалифицировать, потому что Саудовская Аравия не является Эмиратом, она является королевством, вот, но тоже абсолютной монархией. Кстати, арабские Эмираты состоят из семи Эмиратов, каждый из которых является отдельной страной и отдельной абсолютной монархией. Вот в Арабских Эмиратах интерес экономический, конечно, хоть и про нефти тоже им есть о чем поговорить, потому что Путин через Персидский залив пытается в обход санкций чего-то там сделать, и в Арабских Эмиратах довольно большое в последнее время присутствие экономической России, туда сбежали все, кому можно было сбежать, кто не хочет жить в холодной России, вот туда перевели капиталы, туда выводят, кстати, очень активно сейчас российские капиталы, и в частности Путин сам выводит туда, то есть это стал один из кошельков, становится одним из кошельков Путина. Объединенные Арабские Эмираты пытаются даже стать, ну, чем-то таким подобием банковской средневосточной Швейцарии, вот, и в этом смысле, конечно, там есть о чем поговорить, поэтому в багаже у Путина был, во время этого визита был и Владимир Потанин, и, кстати, и в религиозном плане тоже Путин попытался подтвердить, что он себе сделал обрезание и на самом деле теперь является мусульманским руководителем в ущерб русскому православному миру, очередной плевок в лицо патриарху Кириллу, в лицо националистам русским, это был визит, потому что он взял туда Кадырова со своими сыновьями, которые совершили уголовное преступление вместе, все семейные, а Путин, значит, их возит в качестве такой мусульманской святыни Российской Федерации, и, кстати, в этом смысле я ерничал и ехидничал, потому что кадыровская семья с Путиным практически таким образом совершили такое подобие хаджа в Саудовской Аралии, потому что там находятся святые-святые места, Мекке и Медина, вот, кстати, это очень не нравится турецкому Эрдогану, потому что Османская империя там до начала XX века, до ее распада, то есть до ее ликвидации в результате Первой мировой войны и последствий Первой мировой войны была хранителем святых мест мусульманских, а потом туда пришли в Саудиты, и теперь Саудиты хозяйничают там, вот. Ну, в общем, это визит такой был, кстати, этот визит напряг очень сильно Иран, потому что суннитские монархии – это, в общем, враги, такие идеологические, идейные, мусульманские у шиитского Ирана, и по этому поводу тут же к нему прибежал Раисий, который, судя по всему-то, это был такой визит неподготовленный, не объявленный, потому что даже Пескову, когда спросили, а что там будет обсуждаться, он сказал, а вообще-то повестка дня еще не составлена. То есть это было видно, что это все вот это было сделано на коленке, потому что Путин даже говорил, а я вот тут летел над Ираном и хотел, да, давай я остановлюсь у Ирана, потому что, кстати, вот Путин не сделал того, что сделал президент Зеленский. Уж если ты ездишь на американские континенты, есть возможность, надо заехать в Вашингтон, да, и вот Путин, если уж летел он на Ближний Восток, почему сразу не залететь было в Иран, а зачем иранского президента надо было мотать в Москву буквально на следующий день. То есть они практически в одно место летели параллельными курсами, значит, на параллельных самолетах вместо того, что Путину прошли. Да, потому что Кремль в эпохе Путина не работает по протоколу дипломатическому, он работает по пацанским понятиям. Надо было, чтобы он, значит, уважился, уважил самого. Но на самом деле на этом фоне понятно, что любой кризис – это возможности, кризис этот геополитический, который все мы переживаем. Насколько вот действительно лидеры смогут, лидеры разных стран смогут использовать этот кризис в свою пользу. Я вот вижу, Сербия и Болгария построили газопровод для уменьшения зависимости от России. Трубопровод позволяет диверсифицировать рынок газа на юге Балкан. Какой может быть реакция России? Кстати, Балканы, вот президент Зеленский называл Балканы как одну из наиболее вероятных следующих горячей точки, которую Путин может, значит, использовать. И мы понимаем, что тут как бы Сербия и Болгария действуют в обход его интересов. И, собственно говоря, так, наверное, должны были действовать все союзники, а не потакать Путину, не покупать. И как там Германия, был период, когда Германия заявляла, что мы должны, как бы, санкции, да, но мы не можем полностью отказаться от российской нефти, от российского газа. А почему нет? Ведь это действительно новые возможности. Потому что, как говорил герой Высоцкого, вор должен сидеть в тюрьме. Значит, враг, агрессор должен быть наказан. Империя должна умереть. А значит ли это, что вот эти новые альянсы политические могут появляться и быть весьма успешными в будущем? Ну, пока что там идет просто переформатирование. Пока что я бы не стал прям вот розовые пузыри пускать по этому поводу. Да, этот газопровод. Кстати, он работал уже в прошлом году. Они его частично уже запускали. И здесь интерес чисто экономический для болгар, потому что они становятся транзитной стороной. Кстати, там идет ветка не только в Сербию, но идет ветка еще и в направлении Венгрии, Словакии, Чехии. То есть там, в принципе, выстраивается довольно интересное для болгар снабжение газовое европейское, потому что дальше это может идти даже там и в Италию, и во Францию, и куда угодно в Западную Европу. И по этому поводу это для них прежде всего интересно с экономической точки зрения. Это диверсификация их экономических возможностей. Почему розовых пузырей не надо пускать? В Болгарии сложная обстановка. Там половина на половину. Там 50% населения примерно поддерживает Путина, 50% поддерживают Европу. И там такая ситуация, когда, допустим, президент проевропейский, а парламент пропутинский. Или премьер-министр проевропейский, а президент пропутинский. Там вот часто такое бывало. Болгария все-таки такой старый кусок советский, и в нем тоже есть проблемы такие же, как есть в Венгрии, в Молдове и в Сербии. В Сербии, кстати, тоже совершенно неоднозначная ситуация, потому что они заигрывают как православные и славянские братья с России. И там есть очень большая националистическая и пророссийская группировка, или, скажем так, такое лобби, пятая колонна. И одновременно они очень сильно зависят от Западной Европы и не хотят с ней ругаться окончательно. То есть там, на самом деле, тоже идет постоянная борьба. И здесь пока еще победителей никаких нет. И совсем уж если быть точными, то газ, который идет в Болгарию, он поступает из Турции, а в Турцию он поступает из Азербайджана. А в азербайджанской ветке есть еще старая советская ветка, которая может добавлять российский газ и казахстанский газ. То есть на самом деле там не все так уж чисто с точки зрения санкций. Но в любом случае это диверсификация, в любом случае это интересный вариант. Но я бы не стал из них пока делать типа вот таких жестких оппозиционеров режима Путина. Ну, Болгария, да, вы вспомнили про Болгарию, про ее особенное отношение, кстати, и к Украине в том числе. Мы помним, что президент Болгарии накладывал вето на передачу Украине 100 БТРов, но потом, значит, все-таки отказался от этого решения. Я думаю, что нашим дипломатам удалось все-таки переломить эту ситуацию. Ну вот, то есть вы полагаете, что Балканы смогут уйти от удара, да? Болгария, кстати, очень важна для Украины, потому что в Болгарии остается последний завод, который делает снаряды по старым советским калибрам, 152 миллиметра для гаубиц и для пушек. И Болгария, кстати, вам передала большое количество снарядов сразу в начале войны, и это очень сильно вас выручило в начале войны, когда был снарядный голод. И в этом смысле Болгария стратегически важная, важная страна для Украины. И будем надеяться, что ваша дипломатия будет целенаправленно работать с этой страной, чтобы ее оторвать от Путина, что вполне возможно. КОНЕЦ Продолжение следует...